Всем привет, с вами Гантрюс и мы играем в Роблокс, да. Пока я снимаю Don't Starve и The FlatOut 2 на своем канале, я попутно хотел бы снять еще Роблокс. Напоследок, наверное. Почему напоследок, я не знаю, а просто вот решил так сказать. Играем, кстати, в Destruction Simulator, в симулятор очередной, который я особо не люблю, по-моему того, что типа они бесполезные и приносят ноль пользы абсолютно. В принципе, разрушаемость в принципе неплохая, но все-таки не дотягивает до идеала. Ну просто тупо лего кубики взрываются и все. Вот весь прикол. Ха-ха смешного ржака. То есть, ну, вот так. Так, я просто так решил реально от скуки снять, просто Роблокс, Destruction Simulator, просто реально от скуки тупо. Немножко, конечно, подлагивает, но это естественно, даже Роблокс он должен подлагивать всегда. Ну и, конечно, у вас немощный ПК. Хотя, я думаю, это не влияет особо на самом деле. ПК, не ПК. Сам Роблокс влияет. Ба-а-а, тупо. Быстро, на самом деле, копится, кстати, он очень быстро. Да, супер. 15 тысяч получили. 130 тысяч, что можно купить? Я, наверное, накоплю вот на это и куплю. Потому что оно будет получше, чем вот эта херня, которая у меня сейчас в руках. Вообще, честно, давным-давно не заходил в Роблокс. А я, например, где-то, наверное, полтора недели. Или, может, две недели. Не помню. Но точно очень давно не заходил. И когда я посмотрел в топ, я такой, блин, как все изменилось. Хотя, не особо прям. Появилась куча опять бесполезных симуляторов. Это, в принципе, не очевидно. Да, вот такие дела. Наверное, симулятор мой, наверное, самый любимый, который остается, наверное, по сей день. Это, наверное... Я не помню. Вроде бы он называется вот как там. Tower Defense симулятор, да? В принципе, просто обычная стратегия. Просто приписка симулятора и все. То есть, ну, в принципе, прикольно. Ну, я, конечно, не играю в это, потому что мне тупо уже неинтересно играть. Потому что я в Роблокс не играю. Особо часто я играю в Тифотос 2, там, Дон Старф, Плотал 2. Ну, и могу там сыграть, я не знаю. Во что. А, ну, точно, могу сыграть еще там в этом. В Kill the Emoji, ну и прочее еще. В общем, разнообразие. В принципе, у меня в библиотеке с ним полно разнообразия, если честно. То есть, у меня вообще много разнообразия там, чего находится. То есть, я могу снимать много чего. В принципе. Бам, тупо минус NLO. И все, а минус. Остался Saturn, вроде это у нас. Отлично. И бам. Че, не успел. Надо потом еще накопить на ту карту. На самом деле, тут очень медленно копится все, конечно. Типа, блинский. Тут довольно все очень-очень-очень долго все копится. Очень долго. Прям супер-супер-супер-супер долго. Левелсом. Окей. Коды есть какие-то. Я их, конечно, не знаю, потому что я в твиттере не зареган. Да. Вот такие дела. Собственно, рассказ, как у вас дела там и прочее. Может, я почитаю комментарии какие-нибудь. Кстати, да, удивительный факт. На моем канале самый популярный ролик сейчас является, как я сделал превью по Роблоксу. В принципе, ну, удивительно. Потому что многие интересуются, как сделать, вот, допустим, как у Позе там и прочее. Но я показал, если честно, только самый простой способ, то есть, ну, реально самый простой. Хотя многие-то исправят, блин, а что так сложно, блин, ну, я не понимаю, слишком сложно. А можно еще полегче. Ну, можно, конечно, делать в бок, конечно, привычки в Роблокс-студия, да. Но я думаю, что это будет довольно выглядеть. Ну, будет выглядеть, короче, ущербно. Который 160 тысяч, покупаем новую вот эту штуку, либо копим на вот это, хотя... Вот эту, наверное, лучшку, блин, да. Посмотрим на разрушаемость. Кстати, подождите. Сколько? Вон, так, 750 у этого... О, прям вообще ровно. То есть, нормально. Протестировать здесь, хотя, не, не особо хочу. Ну, у чувака какие-то новые, что ли? Или он... Я не знаю. Тут куча каких-то появилась прям супер-огромная локация. То есть, какие-то вулканы, что-то я... Это какой-то Doom Spire какой-то, я не помню. То есть, куча всего появилась снова. Ну, вот тут, в этом симуляторе. Да. В общем-то, что еще рассказать? Ну, не знаю, в принципе, что со мной произошло за месяц, который я отсутствовал. Ну, когда после что нужно роблокса, я такой, оба. Всем пока, до свидания, я ушел. В принципе, ничего не произошло нового. Я просто немножко решил отдохнуть. Так сказать. От YouTube и прочего. Просто мне не было тупо ни идти, ничего не вопротись. То есть, мне был просто пофиг на канал. Не знаю почему, просто вот решил захотел. Конечно, это было очень плохо, потому что с моей стороны, типа, лол кинул всех, типа, всем пока. Да, да, с моей стороны было очень глупо, на самом деле, уходить так. Многие отписались уже, конечно, но, в принципе, это их решение, можете отписываться, потому что... И, если честно, вообще, я хотел посвятить канал именно по роблоксу, но потом подумал, а нафига надо? Почему я должен посвятить постоянно только одной игре, которая слегка обновляется, но до идеала далеко? То есть, вот такие дела. И я решил, вот, разнообразить как-то, вот, свой контент. Сначала, вот, Kingdom Rush, Roblox, 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 Roblox. И потом, бац, уже, уже не Roblox, уже пошел Don't Star в другие игры. И, в принципе, с одной стороны, типа, за разнообразие, это, в принципе, круто, типа, лол, ты снимаешь разнообразные игры, это круто. Конечно, в отличие от игр, которые у меня установлены в Steam, куплены, то есть, они реально платные, но они интересные. Roblox, конечно, бесплатный, в нем тоже есть интересные игры, но все-таки, это не Steam все-таки, а бесплатная платформа для создания чего-то. И, в принципе, это круто, то есть, и, кстати, еще что появилось, это, как она называется, а, точно, шляпа креаторов, то есть, ты тупо можешь сам создать себе шляпу, там, я не знаю, продавать ее и получать за это Roblox. И, в принципе, это круто, кстати, нового левела, классно. И, в принципе, реально, типа, круто, ты можешь создать собственную шапку, которую ты шилаешь, и все, бам, ты зарабатываешь деньги. Ну, то есть, Roblox, грубо говоря. И, в принципе, это классно, то есть, ну, Roblox, в принципе, сделает отличную фичу. Но, зачастую, то, что делает иногда комьюнити, вот эти шапки и прочее, зачастую просто иногда некоторые скопированы старые шапки Roblox, которые сам делал. С одной стороны, это вроде бы нормально, потому что Roblox иногда очень завышает сильную цену, а иногда вообще вещи не выпускает, и, в итоге, комьюнити пересоздает эти шапки, чтобы люди, наконец-то, могли започить те самые шапки и носить их с гордостью. То есть, ну, в принципе, это классно, то есть, ну, супер. А Roblox, против этого, конечно, ничего не имеет, в принципе, все окей. Но некоторые все-таки возмущаются, типа, лоу, почему вообще они все копируют, блин, какого черта? Че, они вообще офигели копируют старые вещи Roblox, которые создавал? Не, ну, а как еще по-другому? Потому что Roblox старые шапки запрещает, типа, ну, типа, офсейл, типа, все, продано, до свидания, вы не получите ничего. А комьюнити задает такие же шапки, только за меньшую еще цену, и это классно, то есть, ну, супер. По сути, Roblox сам позволил это делать, и, в принципе, с другой стороны, это нормально, потому что... А с другой, нет, потому что многие считают, что это было глупо на самом деле. С одной стороны, вроде глупо, а с другой стороны, не, потому что ты можешь носить ту же самую шапку, которая была ранее создана, только немножко переделывая, то есть, ремейк, и это круто, то есть, ну, это отлично. Я не знаю, планирую ли я еще снимать Roblox или нет, но, возможно, не, потому что Roblox мне надоел. Для меня он просто являлся просто как вдохновение, то есть, ну, типа, вдохновил, типа, просто вдохновлялся им, типа, хао, круто, еее, классно, идеи какие-то были. Куча было разнообразных идей, роликов и прочее. Но все это задавалось в том, что он просто не вдохновлялся сам Roblox, и все. Потому что сам, как я вот заявлял, то что для меня Roblox просто вдохновение, а не как, типа, я должен постоянно ее снимать на основе и прочее. Нет, я просто снимаю чисто для себя. Снимаю для себя и просто из-за того, что, ну, было небольшое вдохновение, так сказать. Блин, я бы хотел открыть, на самом деле, вот эту, на самом деле, локацию с замком. Там более прикольно, побольше деталей, наверное. О, сейчас оно упадет, тупо, смотрите, тупо, смотрите, падает. Окей, оба. Класс, супер. Вообще, честно, я не знаю, стоит ли этот ролик заливать или нет. Не знаю. Просто вот решили снять просто Roblox. Хотя, недавно я вообще сам себе сказал, все, хватит снимать Roblox, пора заняться другими играми, более интересными. И, в принципе, это было, на самом деле, нормальное решение, в принципе, с моей стороны, типа, наконец-то снять с тем другой уже контент, а не постоянно зацикливаться, зацикливаться на Roblox. И снимать его постоянно на основе. И давайте, напоследок, наверное, знаете, что купим? Бэкпак. Так, сейчас мы накопим еще, ну сколько, 30 тысяч, потому что 15 тысяч у нас прибавляется. И это, в принципе, довольно будет быстро, потому что склейки, да. И вот, собственно, мы накопили. Да, это было довольно быстро. И давайте купим 25 тысяч. И на этом все, буду прощаться. Так что, с вами был я, Маган Тревел, всем удачи и всем пока. Продолжение следует...